Бензин все дорожает, дорожает. Вот сейчас уже под 40 скубин. Бьет по карману каждое повышение, признается Равиль Габидуллин. В его семье трое детей, две машины. Заправляется на 10 тысяч рублей в месяц. Кружки и прочее, прочее. Детей разводишь туда-сюда. Я на работу, обратно еще куда-то. Ну, в любом случае, так костюм, наверное, уходит. На бюджете. Да, ощутимо очень даже. Такого роста не ожидали перевозчики. Теперь думают, как выжить. Иногда уботы к себе работают. Приходится поднимать тариф по перевозкам. Цены на этом табло еще декабрьские. Без учета повышения акцизов в этом году. Их ставка вырастет дважды. С 1 января и с 1 июля. Топливный акциз вырастет на 50 копеек за литр. Всего рубль в итоге. А бюджету страны он принесет дополнительные 40 миллиардов в год, которые пойдут на строительство дорог. А вот на сколько вырастут розничные цены, точного ответа пока нет. Последнее повышение было только в декабре. Всего же за прошлый год топливо росло пять раз. При этом цены на АЗС приходится сдерживать. Они вот хотели повысить цены на 95-й 2 рубля 10 копеек, 92-й 2 рубля, 80-й на рубль 10. Мы считали возможным повышение на 50 копеек. Владельцы заправок уже просили повысить стоимость бензина. Ведь отпускные цены на заводах растут слишком быстро. Дистопливо в оптовом сегменте подорожало на 25%, а в рознице всего на 8. Цены на табло руководитель этой частной заправки поднимает прямо на наших глазах. Мы не можем себе позволить расти. Скажем так, на зарплату зарабатываем. Сотрудники довольны. Ну, пока радуемся тому, что есть. Мы терпим убытки. Хотелось бы сохранить ту разницу, которую необходимо на заправке. Чтобы нормально выплачивать налоги, зарплату выплачивать сотрудникам. Ну, плюс ко всему, что-то оставлять на развитие. Сегодня о развитии мы даже и не говорим. Народ в ожидании. Не повлечет ли за собой это подорожание? Другие... Оровень инфляции так или иначе отразится на повышении. Это однозначно. Но привязывать это к тому, что, ага, раз цена на бензин выросла, значит, и на потребительские товары выросли, это не совсем правильно. Резкого повышения цены бензин не будет, уверяют эксперты. Оно будет плавным в течение всего года. Анна Городова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова